В 4-й средней общеобразовательной школе Черкеска прошло мероприятие по страницам блокадного Ленинграда, посвященное 80-летию снятия блокады Ленинграда. Учащиеся и гости вспоминали героический подвиг тех, кто ценой собственной жизни освободили Ленинград от фашистских захватчиков. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Все дальше и дальше в историю уходит этот героический подвиг, когда тяжелые дни блокады жителей Ленинграда стойко преодолели. Учащиеся 4-й средней общеобразовательной школы Черкеска читали стихи и рассказали о суровых страницах истории Великой Отечественной войны и о том, как советские войска мужественно прорвали блокаду Ленинграда от фашистских захватчиков. Заместитель директора по воспитательной работе 4-й школы Черкеска Индира Тамбиева подчеркнула важность проведения таких мероприятий для сохранения исторической памяти храбрости наших предков. Проводя такие мероприятия, мы, наверное, пытаемся, чтобы наши дети, во-первых, были патриотами своей страны. Патриот своей страны – это человек, который, во-первых, любит самого себя, любит свою родину и свое государство. Это добросовестный, порядочный и готовый защитить любую минуту свое государство. Вот такие мероприятия мы проводим не только во время месячника патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы, но и каждый день. В свою очередь заместитель председателя Совета ветеранов Черкеска Ханапи Хасуев обратился к школьникам, призвав к изучению истории, чтобы больше подобных войн не было. Восьмидесятилетие прорыва блокады Ленинграда – это демонстрация победы жизнью над смертью, подытожил Ханапи Магомедович. Удачи вам в жизни, хорошей учебы, и чтобы знать правильную историю, учите ее. Или не бывает такого народа, который исказил историю, сохранил себя. Это, пожалуйста, тоже опять пример, это же Украина может быть. Они, потеряв свою правильную историю, получили вот то, что сегодня ведется. На мероприятии вспоминали, как за период блокады в Ленинграде, по разным данным, погибло от 600 тысяч и до более 1 миллиона жителей. Несмотря на все эти ужасные условия, жители северной столицы смогли выстоять и одержать победу над фашистскими захватчиками. Председатель Совета ветеранов погранвойск Карачаева Черкесии Сергей Юрьев также подчеркнул, что только благодаря самотверженной отваге наших предков нам удалось одержать великую победу. Беспрерывным потоком шли умершие люди, везли, вернее, умерших людей полуживые мертвецы. Это сделали все фашисты. Сегодня задают вопрос, что такое фашизм. А вот, пожалуйста, город Ленинград и больше ничего не нужно, не нужно никаких других смотреть. Ни Белоруссию, ни Украину, на которой все это происходило. Это город Ленинград, это и есть фашизм, который принес на нашу землю 27 миллионов жизней. Забралось здесь. По завершению мероприятия все присутствующие почтили память погибших в блокаде Ленинграда минутой молчания. Аль-Халип Шоков, Белла Чикатуева, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова